Докладчик появился? Да, да. Да, я вернулась. А будете вы докладывать? Нет, я хочу поблагодарить тех, кто пришел принять участие в этом семинаре и представить докладчика. Сегодня докладчиком буду не я, Куприяна Ольга, а мой коллега Игорь Месеченко. Соответственно, он все рядом. И по, так сказать, если надо что-то письменно отправить, отправляйте на мое имя, для того, чтобы он получил это сообщение визуально. Так, меняю. Представляю, могу начать конференцию ему коллеги. Хорошо, давайте. Доброе время суток, коллеги. Семинар буду вести я, как Ольга Дмитриевна объяснила. Сейчас она будет там выполнять другие задачи, пытаться господина Ганкина подключить к нашему семинару, у которого проблемы с компьютерной грамотностью, к сожалению, не станет. Если ей это удастся, хорошо не удастся. Так, меня всем хорошо слышно? Да, слышно. Слышно. Я, с вашего позволения, видео отключу, потому что компьютер через эфир подключен. Трафик очень такой скромный, я боюсь, что будут проблемы. Ну, разрешаем. Ну, запретить мы тоже не можем. Ну, это добровольно, конечно. Спасибо. Так, значит, я надеюсь, что саму статью, точнее, там было две статьи представлено, все прочитали или хотя бы просмотрели в диагонали, как это чаще было. Поэтому я полностью повторяться не буду, в этом смысле нет. А попробую, скорее, дать пояснение и разъяснение. В статьях очень много общих слов, они, скорее всего, такие более философские. Значит, в них дается, скажем так, концепция подхода к массе. В данном случае речь идет только об инерционной массе. Мы пока не касаемся гравитационных аспектов, не касаемся реликтивистских аспектов. В принципе, речь идет о самой простой механической массе ньютон, которую ввели там в обиход более 300 лет назад. Когда ее вводили, то неизвестно было строение вещества, не знали еще, не было электрической теории, не было электромагнитных явлений изученных, не было представления об элементарных частицах, атомах, молекулах и всем этим прочим. Поэтому выхода у них, у ученых, собственно, не было внятно на тот момент. И ввели в массу как чудесную Богом данную сущность, которую Господь прилепил к каждой материи, данной нам в ощущениях, и назвали эту сущность массой. Эта сущность проявляется, когда мы пытаемся ускорить или замедлить какое-либо вещественное тело. А проявляется она в том, что тело сопротивляется нашей попытке ускорить его или замедлить. Ну и примерно так до конца 19 века эта масса, механическая, ньютоновская масса, благополучно просуществовала вне рамок всякой критики. Критиковать ее было невозможно, ну и не с чего было, не было позиций для критики. И только в конце 19 века вот Толсон, открыватель электронов, попытался первым объяснить механизм инерции не через Богом данную массу таинственную, которая неизвестна природе, а через электрические явления, электрические характеристики, элементарной частицы. Ну, первый, который он открыл, это электрон. Я бы хотел изложить механизм инерции, электромагнитный механизм инерции, восходящий к Томпсу, не в том виде, в каком это обычно дают в учебниках, как правило, это вузовские учебники, не в форме там Фейнмана, не в форме Замерфельда, а немного инорном подходе, в немного иной концепции, близкой к школьнику старших классов. На наш взгляд, она гораздо проще и иллюстрирует этот механизм инерции гораздо нагляднее. Если вам виден файл, который я выложу в общий доступ, а я надеюсь, он виден, то мы стоим на первой страничке этого файла, где нарисованы иллюстрации. Вот в левой части, в центре, вы видите такой синенький электрон, голубенький, который, это просто заряженная частица, в данном модельном представлении сфера, заряженная электрическим зарядом Q0, сфера эта имеет размер R0, и мы двигаем эту сферу в каком-то направлении, ну на рисунке она показана вверх, с какой-то мгновенной скоростью в данный момент, V, и с каким-то ускорением A. То есть мы двигаем не равномерный прямолинейный, подчеркиваю, а ускоренный. Что при этом происходит? Движущийся заряд в рамках физики представляет собой ток. У этого тока, если заряд движется механически, есть специальное название. Он называется конвекционный ток. Но в данном случае это не очень важно, потому что с начала XX века установлено, что все токи, которыми мы сталкиваемся, это одно и то же явление. Ведут себя не одинаково, проявляют себя одинаково совершенно, никакой принципиальной разницы нету. Так что все прилагательные просто указывают на какие-то особенности. Не знаю, с чего этот ток состоит. В данном случае это ток конвекционный. Силу этого тока определить очень несложно. Она прямо пропорциональна заряду, скорости движения, обратно пропорциональный размер того заряда, который движется. Это классическая, собственно, формула, совершенно очевидная. Даже объяснять ее вывод, наверное, не нужно. Рассмотрим, какова скорость изменения этого вопроса. Она чуть ниже приведена, тоже в серединке справа. А скорость изменения, оказывается, прямо пропорционально ускорение частицы. Значит, какие явления возникают, когда у нас имеется не просто ток, а ток, изменяющийся во времени. Ну, переменным его можно назвать, изменяющийся. То есть, когда у него есть отличный от нуля производитель. Такие токи, как установлены еще в парамблее в начале 19 века, проявляют явление самоиндукции. Самоиндукции, взаимные индукции. Есть разные частные случаи индукции, которые рассматривают их в физике. Подробные детали. В чем суть индукции? Суть в том, что ток, который мы пытаемся изменить, сопротивляет нашим попыткам его изменить. Значит, причем это сопротивление направлено всегда против изменения тока. Правило Ленка. В данном случае движущийся электрон – это ток. Ускоренно движущийся электрон – это переменный ток. Значит, он просто обязан сопротивляться нашим попыткам его ускорить. Значит, изменение тока приводит к появлению электрического поля индукции вокруг этого тока. Электрическое поле индукции направлено против причинения изменения тока. Здесь приведены формулы. Можно вычислить напряженность поля индукции. Она под рисунком, за чертой, штрихованный. Значит, если возникает поле индукции, действующее на заряд, легко получить силу. Сила – это просто произведение напряженности поля на заряд. И мы получаем эту силу в самом низу слайда. И эта сила оказывается в точности равна ньютоновской силе энергии. А коэффициент, стоящий перед ускорением силы, в точности равен массе электронной. Это именно так называемая. – Игорь Леонидович, можно секундочку вас перевернуть? Я не ошибся с именем, да? – Да, да, да. – Там есть в главном, это в панели, там где нарисованы всякие значки над презентацией. Там есть указка, такой красненький должен быть, с точечкой. Потому что вы можете показывать, что на экране. Они говорили, что там пониже, повыше. – Указка, то есть выделение, или как это называется? – Нет, там должна быть, наверное, палочка с какой-нибудь, указка. Ну, потыкайте в эти кнопки, какие там есть. Должна красная точечка. – Цвет ластик, вижу. Красная точечка. – А точнее, где ее искать? Вверху? – Там, где ластик, там вот в этой панели должно быть и... – Где ластик, в этой панели. – Ну, это указатель. – Указатель, вот, подсказывать, Михаил. – Так, 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 так. Еще раз смотрим, может, это что у нас. – А указатель, это где птичка, крестик, выделение. – У меня этого указателя нету, так как вы сейчас ведущий, поэтому... – Так, 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 сейчас. – Вот это видно у меня? – Там слева, слева, там строка всех этих знаков, и слева такая стрелочка, синяя. – Большая стрелочка, синяя. – А вот, я хочу туда нажать. – Да, 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 вниз на стороне. – Там можно вызвать указку. – Ага, вот сейчас видно у меня, да? – Ага, да, 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 я вижу. – Значит, видно мою стрелочку, указочку? – Да, стрелочку видно. – Видно. – Все, извиняюсь, что отвлек, продолжайте. – Да, спасибо, да, это по делу. – По делу. – Значит, вернусь я к прерванному моменту. Вот, значит, вот в самом низу кадра видим формула. Формула, значит, для силы, с которой заряд, не имеющий в наших изначальных представлениях никакой таинственной массы, имеющей только заряд и размер, а заряд сопротивляется своему ускорению. Так, как сопротивляется связанный с ним ток. И вот формула, она раскрывает смысл так называемой негутоновской массы. Негутоновская масса оказывается пропорциональны квадрату заряда частицы и обратно пропорциональны эффективному радиусу этой частицы. Значит, понятно, что протон, если мы возьмем другую частицу, не электрон, возьмем, например, протон, он, собственно, ничем по механизму действия энергии не должен отречаться. Ну, такой же заряд, с каким-то размером. Известно из опыта, что у него другая масса, в 1836 раз больше, чем у электрона. Ну, значит, в соответствии с полученным нами выводом, механизмом и формулой, значит, размер его должен быть в 1836 раз меньше, чем у электрона. Ну, вот и все. Вся разница между электроном и атомом. Если мы рассмотрим вопрос инерции атома, переходим на следующую страничку презентации, да, вот этот файл с рисуночком. Здесь я очень так схематично набросал простейший атом водорога, да, с учетом попытался, условно, учесть размеры частицы самого атома. Так вот, электрон сравнительно большой, протон в центре этого атома сравнительно маленький, поэтому тяжелый. А между ними, вот это вот расстояние атомное, да, которое в атоме водорода порядка, там, 10 минус 11, точнее, 5 на 10 минус 11 килетра, оно огромно по сравнению с размерами частиц. Это должны, ну, надо осознать этот момент, почувствовать, что на самом деле между ними, там, ну, как сказать, между футбольным мячиком, да, и теннисным мячиком. Еще километр. Вот мне такой вопрос. Значит, для чего я это говорю? Для того, чтобы ответить на вопросы, часто задаваемые в рамках этой концепции. Люди говорят, ну, как же, атом же, он нейтральный, у него же заряда нет, у него же какой у протона заряд, такой с другим знаком у электрона. Значит, у него же не должна действовать такая сила? Да нет, должна. Дело в том, что протон, находясь в центре, испытывает действие силы самоиндукции только вблизи самого себя. По мере удаления от частицы, это поле самоиндукции, самоиндукции стремительно ослабевает, там, как квадрат расстояния, а некоторые утверждают, что как куб, но, по-моему, все-таки квадрат. Но не суть важна, а суть в том, что оно ослабевает расстояние. И к тому месту, где находится электрон, действия поля самоиндукции протона уже никакого, собственно, нет. И наоборот. Поле индукции вблизи электрона действует на электрон, а чуть подальше оно стремительно спадает, и в зоне протона уже просто его не наблюдает. Поэтому атом, как система, если далеко разнесены друг от друга электроны и протоны, показывает нам, демонстрирует такую инерцию, как у протона и электрона в сумме. То есть их инерционные свойства, инерционные свойства частиц просто складываются в атом. Получается, что масса атома водорода практически, да, за одним крохотным нюансом, равна сумме масс протона и электрона. В статьях здесь не специально не затрагивали вопрос дефекта массы, да, там, или там какие-то влияния на массу движения. Здесь статический случай, без всяких таких тонкостей и нюансов. Ну, если с атомом водорода понятно, да, то перейдем уже к последней части, рассмотрим вещество в целом. По современным воззрениям, которые, наверное, всем известны хорошо, вещество состоит из молекул, молекулы состоят из атомов. Значит, между атомами вещества расстояние на многом превышают размеры самих атомов. То есть это редкие такие крошки атомов среди, так сказать, огромных пустых пространств, если под очень большим увеличением посмотреть на любое вещество. Поскольку для каждого атома действует механизм уже изложенный выше, я показал как, да, то для вещества, в котором атомы находятся на столь же огромных расстояниях, как электрон от протона, удален в самом атоме, я имею в виду относительных расстояний, то здесь тоже масса любого куска вещества оказывается просто аддитивной. То есть это просто сумма масс или сумма инерции, составляющих его атом. Таким образом, таинственная вот эта вот сила инерции, приписанная им дютоном и его соратниками вещество, получает такое простое, я бы сказал, школьное электромагнитное объективие. И получается, что на целую сущность физики становится меньше, причем на фундаментальной сущность, по крайней мере, считавшуюся фундаментальной. То есть остаются заряды и размеры, которые и так у нас были в физике, а масса исчезает. Ну что значит исчезает? Мы же не призываем выкинуть слово масса, выкинуть понятия, перестать использовать килограммы. Это все совершенно не нужно. Да и никто этого не будет делать. Но в плане преподавания, в плане философии и физики, мы считаем, обязательно надо разъяснять студентам, школьникам, что масса не является фундаментальной Богом или природой данной сущности, а имеет четкий физический механизм и может быть сведена к понятиям заряд и размер. Вот, собственно говоря, и все. Сейчас я готов ответить на вопросы, потому что надеюсь, что они появятся. Спасибо большое. Да, вам тоже спасибо. Давайте, товарищи, сейчас все полезут наверно тыкать, пытаться что-то сказать. Ну, давайте какой-то порядок установим. Да, давайте какой-то порядок установим. Начнем так, как Николай мне пишет очень много. Давайте вот у него есть... Черногород, да? Да, ну хорошо. Михаил все пытается, наверное, что-то сказать. Михаил, вы что-то сказать хотите тоже? Ну, я же всегда готов. Который предоставит слово? Ну, давайте, раз уж вы раньше других начали предоставляться, то вам слово и предоставим. Да, ну вопрос все очень здорово. Ну, я сразу скажу, что я все-таки сторонник эфира-динамики. А я проедит. Да, да, да. Хорошо, так, прекрасно. Вот, и здесь, собственно, нет никакого, ну, скажем так, формального противоречия с эфир-динамикой в чем? В том, что, скажем, масса эфир-динамики действительно это, ну, в общем, в конечном итоге это масса протонов, нейтронов, ну, плюс еще, конечно, электронов. Ну, вопрос теперь сразу тогда хорошо. Где вашей модели эфир? Сейчас объясню. Это очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Значит, дело в том, что не все авторы, значит, не все ученые, придерживающиеся вот такой электромагнитной концепции, любят произносить слово эфир. Лично я люблю его произносить. Значит, мне слово эфир нравится, я никакой аллергии не испытываю. Некоторые там говорят, ну, физический вакуум, мол, можно произносить эфир устаревший. Кто-то говорит, нет, физический вакуум это семья, давайте говорить единое поле. Ну, давайте говорить как угодно. Главное понимать, что существует мировая среда, которая влияет на все происходящие процессы, которая играет важнейший роль физики, и которую не учитывать нельзя. Вы задали прямой конкретный вопрос, где в этом механизме эфир? Объясняю, вот со стороны чего на ускоряемый заряд действует сила редукции противодействующего ускорения? Со стороны чего? Если эфир не учитывает, получается глупость, получается заряд сам себя останавливает при попытке его ускорить. Ну, помилуйте, это уже подход барона Мюнхгаузена, сам себя заорвался. А вот если мы вспомним, что этот электрон движется не где-то в пустоте в абстракте, а движется в мировой материальной среде, в эфире, то сразу понимаем, что вот это поле индукции и сила противодействующая со стороны поля ускорения, это и есть действие эфира. То есть эфир прямо определяет инерцию частиц. Вот мой ответ. Спасибо. Спасибо. Еще один вопрос. Можем? Да, с удовольствием. Да. вот здесь понятно, я согласен, подход, ну, поля школьные, он действительно по крайней мере канвон проявляет. Действительно, можно ли вот эти, скажем, уравнения, которые приведены в вашей модели в вашей модели вот вот можно ли вот эти, скажем, уравнения, которые приведены здесь, ну, как бы опустить на следующий уровень, на уровень эфира. То есть заложить уже непосредственно параметры определенной эфирной среды и представить себе не просто на уровне, скажем, ну, там, этих понятий, которые используются здесь, а именно сведенных ну, то есть к описанию уже на уровне эфирной среды. Можно ответить, да? Да. Я практически уверен, что можно перенести, перетрактовать все приведенные уравнения в терминах эфира. Никакой проблемы нет. Проблема, говорю, одна. Когда работает коллектив и люди придерживаются в разных взглядах и кто-то употребляет одни слова а кто-то нет, это сделать труд. Поскольку у меня нет такой аллергии, я смотрю спокойным глазом и говорю, что да, можно это перевести на эфирный вид. Без кому. Ну, если кто-то этим займется или у меня когда-нибудь руки дойдут, то, конечно, это будет сделать. Спасибо. Спасибо, Михаил. Так, Николай, теперь я могу вам слово, но вы сами себе можете слово предоставить, а я просто разрешаю вам предоставить себе слово. Николай, вы не ушли, Вол, можете что-нибудь... Микрофон слышно у меня? Да, да, я слышно, Николай. Дело-то все в чем, что, значит, под именем заряд скрывается количество материи. То есть все уравнения, что вы написали, вы сразу просто вместо заряда могли поставить массу этого электронника и получить те же самые уравнения. Могли это происходит в макромире, в микромире вы используете заряд, а в макромире вы используете массу. Вот и все. Поэтому великое объединение сажочек можно сделать электромагнитное в микромире, оно же электромагнитное в макромире, которое мы называем гравитационным. Значит, это вот первый вопрос. Второй вопросик был вот про макромире. Я вопроса не понял. Я слова понял, я вопроса не увидел. Значит, почему сразу не заменили заряд на массу? Потому что мы объясняли инерцию электродинамическим механизмам. Нет такой электрической характеристики массы. Понимаете? Поэтому мы исходили из электрических характеристик и получили механическую характеристику инерцию и механическую характеристику массы. И, соответственно, показали, каким может быть электродинамический механизм массы. Конечно, вы можете сделать ровно наоборот и попытаться сделать базовой сущность массу, но тогда вам придется объяснить, что такое заряд, используя только механические термин. Вы сможете это сделать, пишите закладку. Значит, тут дело все в чем. Значит, вы говорите, значит, электрон ускоряется. Для ускорения электрода вы используете электрическое поле в первую очередь, правильно? Нет, есть другие способы ускорить электрон. Ну, возьмем электрическое поле. Значит, в разных положениях электрона энергия этого электрического поля разная. И электрон просто в состояние меньшей энергии переходит в состояние большей энергии. Поэтому его масса увеличивается. Заряд не увеличивается, а масса его увеличивается. Николай, у меня такое чувство, что вы сейчас не вопрос задаете, а начинаете объяснять докладчику какие-то соображения. Там вопрос про атом водорода. Значит, протон имеет два заряда, очень известный. Простой и барионный. А у электрона есть простой заряд или бтонный. А вот могут они между собой обмениваться другими вариантами, кроме электромагнитного. Слабое взаимодействие между протоном и электроном может быть. Значит, все взаимодействия между протоном и электроном могут быть объяснены электродинамически. То есть, введены к электрическим явлениям. Не все могут быть сведены к простому кулоновскому взаимодействию. Но кроме кулоновского в электродинамике очень много других вариантов взаимодействия. Но эта тема совершенно другой статьи. Мне бы не очень хотелось уклоняться в эту сторону. Понятно. Нет. Ответ меня устраивает. И третий вопрос. Значит, есть 100 литров газообразного водорода. Мы начинаем его сдавливать. Получаем вначале жидкий водород. Продолжая сдавливать, получаем твердый водород. 100 литров водорода весит, дай бог, 1 грамм. Жидкий и твердый водород, полученный из этого газообразного, сколько будут весить? Значит, могу ответить. Жидкий и твердый водород будут легче газообразных. Обоснуйте. Для того, чтобы обосновать полностью, мне нужно было бы рассказать механизм образования дефектома. Вот сейчас я бы сказал... Дефектома здесь нету никакого. Молекулы водорода, молекулы... Давайте, Игорь, дадим объяснить, пожалуйста. Да, действительно, я бы хотел все-таки закончить ответ, а потом уже возражение. Значит, когда мы сдавливаем вещество, мы сближаем молекулы или атомы этого вещества. Дефектома здесь нету никакого цвета, но и другие частицы, которые находятся недалеко. Она слабенько на них действует в обычном веществе, но тем не менее действует. Это действие приводит к тому, что суммарная масса системы заряда оказывается немножко меньше, чем простая сумма масс заряда. Это называется дефектом массы. Когда мы говорим о ядре атома, где расстояние сравнительно маленькое между частицами, дефект масс оказывается велик. Когда мы говорим об атоме, дефект массы очень маленький, но все-таки измеримый для современной физики. Когда мы говорим о веществе в целом и о его механическом сжатии, переводе в другое агрегатное состояние, то дефект массы тоже, конечно, будет, но он является практически очень трудно измеримым. Но принципиально, если мы сожмем литр водорода определенной массы, то масса этого водорода уменьшится. Не, ну надо проверять, эксперимент надо ставить. Это очень тонкий эксперимент на грани возможностей современной физики. Я понимаю, что... 100 литров водорода, ну я говорю, 1 грамм весит 100 литров водорода, если я правильно помню, плотность водорода. Я думаю, что... Или веса взвесили. Понятно, взвесили на чем? Там дефект будет измеряться, я думаю, что миллионными или миллиардными долями. Это надо считать, понимаете. На крутильных весах можно взвесить. Взвешивание таких величин, это отдельная наука, которую, ну... Да, так же, кажется, непростая. Оно по тематике не совсем подходит. И как провести эксперимент, мы договоримся как-нибудь. Это интереснейшая тема. Вы очень интересный вопрос поднимаете, да. И надо учить там, понимаете, еще много членов. У меня еще один есть вопрос, предложение. А если он в тему, то хорошо. Нет, ну, опять-таки про маску. Значит, взять сосуд дьюара, дырка которого, в принципе, считается аналогом, приближенным излучением абсолютно черного тела. Подвесить, как маятник, направлением дырки дьюара в сторону спектропатометра и качнуть. И, значит, спектропатометром измерять кривую планка. Будет меняться или не будет меняться? Вот такой это эксперимент. Как вы оцениваете? Я думаю, что меняться будет. Никакого сомнения даже нет, что меняться будет. Потому что мы привели в движение. Движение излучающего тела приведет к смещениям спектра излучения. Конечно, да. Изменение спектра излучения. Здесь вся тонкость в том, что мы массу вводили как литр воды, а если бы мы вводили массу как интегральную, как интеграцию кривой планки, только полной кривой планки, не для абсолютно черного тела, для любого тела, то тогда бы вот эти нюансы, они бы исчезали. Но это уже, как говорится. Но вы говорите, что такой эксперимент покажет, что будет смещение спектральных вирусов. Я думаю, что будет смещение. Да, да, будет смещение. Я просто к тому, что вот такие вещи, смещение спектральных вирусов, как раз более тонкий эксперимент, более точный эксперимент, чем взвешивают один грамм этого житого или твердого водорода. Ну это интересный подход, да, интересный. Спектрофотометры как раз более тонкую это различие могут показать. Сумасши меняется, движение или еще чего. Ладно, все, спасибо. Спасибо вам за отрешение. Спасибо, Николай. Так, я его отключил. Так, кто-нибудь задать вопрос еще хочет? Можно как раз вылезть, что-то интересное, я все-таки посмотрел в интернете по этому поводу, по поводу сжатий и что будет с массой. Такой вопрос для школьников, но тем не менее. Водяной парк с относительной влажностью, изотермические, жали, ну жали. Что будет с массой? Правильный ответ уменьшится. Ну тут вопрос там, конкретные численные значения приводят. Ну, по крайней мере, идейно совпадают вот именно с тем, что вы сказали. Но здесь они утверждают, что, например, если масса пара, значит, какая-то, при относительной влажности 50%, она уменьшится в два раза. То есть, не надо никаких особо точных экспериментов. Ну вот, тут я сомневаюсь, честно говоря, но это предмет расчетов, это надо садиться в разный расчет. Ну, по крайней мере, вот на этом сайте они так вот хитро утверждают. Так, можно еще этот вопрос, Павел, уже чудовищ, я там вот на скайптехлабле оставил свои вопросы. Угу. Ну, на самом деле, было много вроде вопросов заданных на том же... Я два вопроса задал. Но я понимаю, здесь конкретно связь, вот, как объяснить массу с электромагнитным явлением. А вот в самом деле, наоборот, вы не рассматривали, если мы имеем массу, действительно, каков механизм возникновения заряда в такой массе? Ну, это другой путь движения мысли. Мы против ничего не имеем, можно, наверное, и так думать. Вот. Но мы сами этого не делали, потому что, ну, не в этом направлении... Ну, я понимаю, да. Так, а вопросов тяготения мы пока не касаемся. Вопросов тяготения мы не касаемся, но можно запланировать семинар по тяготению, можно по релятивистским явлениям, связанным с массой. Пожалуйста, это, как бы, мы открыты. Если у меня естественный вопрос, естественный вопрос для всякого эфиродинамика. Ну, хорошо. Природа гравитации в ваших моделях. Значит, самый простой ответ. Природа гравитации – это движение эфира. Какое? Ускоренное. Куда? Значит, эфир падает на гравитирующие тела, пролетает их насквозь, вылетает с другой стороны с замедлением, и в то же время влетает с замедлением. Сколько вылетает, столько и влетает. Таким образом, эфир на поверхности гравитирующих тел и вблизи оказывается в ускоренном движении. И это ускорение всегда направлено к центру гравитирующих тела. А любое тело, которое мы остановили, ну, вот, стоим на земле, значит, мы оказываемся ускорены относительно эфира. А тогда смотрите механизм инерции. Если каждый мой электрон и протон ускорен относительно эфира, значит, на каждый электрон и протон со стороны эфира действует все та же сила инерции, или сила индукции. И прижимает меня к земле. Вот это самый простой, короткий ответ. Ну, по крайней мере, некая модель. Понятно. Некоторая модель в таких школьных рамках. Если вы меня спросите, в чем причина ускоренного движения эфира, то я отвечу вам, но это будет большая, интересная, серьезная тема, на которую тоже, значит, тоже имеет электрическую природу, да. Но тогда это надо, ну, готовить семинар. Я бы не хотел вот так сказать. Ну, я сторонник эфиродинамики, там, конечно, не так. Ну, понятно же. Мысли наши понятны. Эфира, конечно, немножко не так. В танках металлического. Но у нас эфир электрический, поэтому здесь будут отличия от ваших привычных представлений. Ну, да. То есть можно и так смотреть, но вопрос, что ближе, так сказать, от отдельного. Спасибо, спасибо. Пожалуйста. Вам спасибо. Да, спасибо, Михаил. Иван хотел вопрос задать. Давайте. Иван. Я попытаюсь пояснить, почему Михаил и другие все время пишутся о браком перекрытии, то есть о совополагающем браке марки. Дело в том, что... Простите, простите. Очень слабая громкость. Можно как-то увеличить? Да, слушай. Поблизь, вот так лучше. Сейчас лучше? Да, так лучше, да. Хорошо, я поближе сел. Вот, и так, значит, физика берет понятие массы, длины и времени из философии. Это категория философская. И поэтому масса, вообще говоря, присутствует микромиру, макромиру, мегомиру. А вот заряд, он в основном это свойство микромира. Поэтому вот здесь вот правильнее было бы все-таки переходить, вот, как сказать, от массы к заряду. Потому что это, причем это я еще раз повторяю, это философская категория массы. И какая здесь опасность, почему это, вот я решил сказать. Дело в том, что у вас, вот, если вы берете электрический эфир, электрический мир, то вы очень быстро можете перейти к полевикам. Что поле это особая форма материи и, в общем-то, все остальное. А вот эта вот категория, значит, особая форма материи и поля, она произошла из-за отрицания эфира. Вот как только одну сущность выбросили из физики эфир, сразу пришлось вводить там десяток сущностей, которые заменяли тот же самый эфир. Вот это вот, к примеру, так я хочу это сказать. Вы знаете, это очень правильное и умное, и грамотное заявление. Мы с вами, в общем-то, согласны, что исключение эфира из физики привело к тому, что породили, вынуждены были породить кучу совершенно ненужных сущностей, да, вторичных и нефундаментальных. Потому что выбросили главную, выбросили очень важную сущность. Тут мы с вами абсолютно согласны, в одну другую. Значит, по поводу того, что масса является священной коровой натурфилософии, ну, когда-то это было 300 лет назад. Я не вижу большой опасности в том, что мы заменим, допустим, по крайней мере, в микромире массу на заря. Там это даже удобнее. Никто же не запретит нам пользоваться по-прежнему килограммами, тоннами и так далее в бытовой жизни. Ну, как пользовались, так любым пользователям. А поле? Поле это особое состояние эфира, это его, так сказать, форма существования. Поэтому тоже не бойтесь, что мы забудем про эфир и начнем говорить про самостоятельное множество полей, каких-то там фундаментальных сущностей. Нет, мы наоборот сводим из сущностей к одной, к многообразному и сложному, интересному вещику. Вот, значит, просьба у меня. То есть вы всегда, вот это, конечно, ваши оговорки принимаются, но они должны быть высказаны явно. Иначе полевики сразу начнут говорить, что эфир это не нужно и так далее и тому подобное. Что вот новая форма материи, введенная в начале 30-х годов, так стабильно уже узаконена 20-го века, что она единственная, то есть только с оговорками, вот это вот, конечно, принимается. То есть работа мне очень ваша понравилась, давайте, и она, конечно же, должна, как-то, ну, быть продолжена. Вот многие люди, вот у нас там Меандр на форуме сидит, потом было Нучин, вот участвовали там перегудов с этими самыми людьми из Югославии, там, из других стран. И они, значит, очень сильно рассмотрели вот эти все вопросы, движущихся зарядов, как там все меняется. Поэтому вот вы с ними ознакомьтесь, может быть, вы ознакомы, конечно же, и вот эти работы очень сильные. И надо, конечно же, продолжать. То есть это первый шаг, я считаю, очень, так сказать, разумный, но с оговорками, которые я сказал. Принимаются оговорки, оговорки по делу. Спасибо большое. Все. Да, спасибо, Иван. Еще вопросы будут какие-то? Опять же скажу, что тут у нас демократия или либерализм, как сказать правильно. Можете сами себе микрофон включить, справа, где красный значок находится. Вот Дмитрий как раз этим воспользовался. Добрый вам вечер. Я вообще-то вам писал там в чат, что вопрос единственное, что можно, да? Нормально меня пишите? А, да, да. Единственное, что, значит, у меня вопрос будет, может быть, не совсем по докладу, но имеющее отношение. Вот, и, в принципе, этот вопрос задавался, ну, правда, его не я задавал, а вот в той самой теме на Тайке Флэйбзе, на форуме, который вот Егор завел среди с этим семинаром, вопрос заключается в следующем. Насколько я знаю, докладчик является автором, ну, некого текста, в котором предлагается, ну, к нам же обсуждают о проблеме, так называемой четыре трети. А еще раз, какой проблеме? Проблема четырех третей. Ну, проблема четыре трети, так называемая. А, четыре трети, да, да, да. Да, ну, являетесь, да? То есть, вроде как, у меня... Это работа совместно с Викулином, которую мы недавно представили. Да, ну, вот. Значит, там Вы предлагаете следующую вещь. Значит, что вектор пойнтинга надо вытянуть, и вместо него, значит, использовать, ну, некий вектор умора. Ну, в общем, не важно, что вместо него использовать, важно, чтобы выкинуть вектор пойнтинга. Значит, при этом, насколько я понимаю, ну, и, как бы, так сказать, и в том тексте я это видел. И сейчас вот я там в докладе вижу, что Вы электродинамику как целую не отрицаете. Ну, например, используете такие понятия, как электромагнитная индукция, которые являются следствиями уравнения массы. Секундочку. Или, ну, давайте я договорюсь до конца. Да, 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 хорошо. Я просто записываю некоторые вещи, я же ответить буду. Ну, какой вопрос был Вам задан, я говорю, там, не от моего имени, но я, в принципе, полностью поддерживаю этот вопрос, потому что он действительно важен. Значит, суть в том, что если Вы оставляете уравнения массового, оставляете вот нетронутыми, вот как они есть, и при этом пытаетесь выбросить вектор поинтинга, и заменить его чем-то там другим, то это позиция внутренне противоречивая. То есть это не вопрос, там, сказать, философии, или, так сказать, это самое, чего мы там, во что мы там верим, не верим. Это просто внутренне противоречивая позиция. Потому что выражение для вектора поинтинга, для потока энергии, является прямым следствием уравнения массового. Если вы уравнение массового оставили нетронутыми, ничего для потока энергии, кроме вектора поинтинга, вы не получите. И заменять его ничем нельзя. То есть вот, как бы, и вопрос к Вам был такой, который на форуме, собственно, позвучал. Ну, вот, как-то это прокомментировать дело, и, может быть, Вы уравнение массового тогда как-то модифицируете, выбрасываете. Ага, то есть, вот Вы уже дали вопрос, да, это как бы... Да, все, да, я закончил. Ага, значит, спасибо большое. Вы, наконец-то, я этот вопрос видел на сайте, но Вы сейчас его раскрыли, да, и внятно произнесли. Потому что тот текст, который на сайте был, я, значит, попытался на него ответить, но вообще вопрос очень плохо был сформулирован. Сейчас Вы его сформулировали вполне нормально, так что можно осмыслить и ответить. Давайте попробуем. Значит, ну, во-первых, уравнения Максвелла не предшествовали электродинамике, а оказались этапом электродинамики. Сначала были опыты Кулона, опыты Ковендиша, опыты Фарадея, Вольта и многих других. Максвелл вывел эти уравнения на основе опытного материала, да, то есть большого числа опыта. Причем, когда Максвелл выводил эти уравнения, он свято верил в эфир, для него эфир был очевиднейшей реальностью. Он активно использовал представления об эфире и вывел свои замечательные уравнения. Никто не спорит, что они замечательные. Но они не покрывают все многообразие явлений. Понимаете? Это не слова Бога. Это не истина в последней инстанции. Это всего-навсего хорошие, удачные, крепкие уравнения, описывающие часть электромагнитных явлений. Часть. Они все являются. В частности, электромагнитные волны, они описывают очень неплохо. И на основе успехов в описании электромагнитных волны, им стали приписывать этим уравнением мистические свойства. Что они, например, все должны описывать, что связано с электродинамики. Это по определению не так, потому что уравнения Максвелла, например, не описывают электроны. Нет такого описания электрона, протона через уравнение Максвелла. Невозможно. И поэтому, когда вы начинаете говорить об ускорении и об электромагнитных механизмах вокруг электрона, то вот здесь надеяться, что уравнение Максвелла ответит вам на все вопросы по меньшей мере наивно. Потому что электрон не входил в представление Максвелла. Он не объяснял, не объяснен уравнениями Максвелла. Вместо этого существует там квантовая хромодинамика, квантовая механика, квантовая теория поля, стандартная модель. И все они топчутся вокруг частиц. Если бы старина Максвелла мог описать электрон, протон, нейтрон своими уравнениями, на кой черт нужна была вся эта квантовая хромодинамика. Поэтому, когда мы с вами говорим о частицах заряженных, элементарных частицах, то уравнения Максвелла, вот так, как они есть, без всяких дополнений, без всяких там допущений и прочих, они просто не годятся, они не работают. И вот этот вот случай с инерцией электрона, он и иллюстрирует, что нельзя просто так взять и ляпнуть. Давайте перенесем все, что мы придумали для электромагнитной волны, давайте перенесем на электрон. Апт не работает. Это увидел Фейнман, это увидел Бор, это увидел Замерфель. И работает. Но, а что делать в этом случае, они не знали. Ну, развели руками, сказали, ну, видать, Максвелла так и осталось таинственные вещи. Необъясненные до конца через электромагнитной волны. Вот и все. Поэтому мы не против уравнений Максвелла. Мы не хотим их заменять. Но уравнение Максвелла, это не все, что есть в электродинамике. Понимаете? Есть случаи, когда частным вот этим вектором пойнтинга, пригодным для электромагнитной волны, пользоваться нельзя. Например, в случае заряженного конденсатора. Вы зарядили конденсатор, в нем есть электрическая энергия. Очевидно, да? Теперь мы берем и переносим этот конденсатор в каком-то направлении. Так? Так вот, если мы его переносим по силовым линиям, то вектор пойнтинга равен нулю. А если против силовых, ну, поперек силовых линий, то вектор пойнтинга не равен нулю. Что ж получается? В одном случае мы энергию переносим, а в другом не переносим, что ли? Конечно же нет. Заряженный конденсатор, положили в него там 100 джоулей энергии, там они и лежат. Если я их перенес из комнаты в комнату, как я при этом держал конденсатор вдоль или поперек, никакой разницы нет. Я перенес 100 джоулей в другую комнату. Слушайте, вы, наверное, согласны. Вот вам частный пример, когда вектор пойнтинга просто не работает. А вектор умола, как более общий, работает и в этом, и в том случае. Поэтому уж лучше пользоваться вектором умола. Хотя тоже не обязательно. Можно решать проблему и другими способами. Вот и все. Спасибо. Ну, вы знаете, у меня, так сказать, это сам. Я физически недоволен вашим ответом. То есть я считаю, что на мой ответ, на мой вопрос вы не ответили. Вот. То есть вы много долго говорили, но, так сказать, вот именно на конкретный задний вам вопрос я пока не ответил. Поэтому давайте так. Я немножко прокомментирую то, что вы сказали. Два слова буквально. У меня все-таки попрошу вас ответить на мой вопрос. Я его еще раз сформулировал, так сказать, уже более четко. Еще постарайтесь. Вот, значит, вы говорите, что уравнение Максвелла не описывает электроны. Значит, там есть две причины. Причина первая и самая очевидная. На момент написания уравнения Максвелла электроны еще не было открыт. Был открыл Томпсон позже. Ну, там, по-моему, 20 годами позже. Ну, в общем, вы можете в экспедиции. Значит, вторая причина, по которой уравнение Максвелла не описывает электроны, они для этого не предназначены. Уравнение Максвелла предназначено для решения следующей задачи. Вот у вас, главное, какое-то распределение зарядов, какое-то распределение тока в пространстве. Нужно посчитать электричественную магнитную палец. Вот для решения этой задачи вы должны решать уравнение Максвелла. То есть предполагается, когда вы пишете уравнение Максвелла, что токи зарядов, в этих уравнениях, ну, по действиям, правой, в этой стороне, у вас просто заданно извлечены. Определяется палец. Поэтому, безусловно, для построения модели электрона нужно что-то еще по минимуму уравнению Максвелла. Ну, это, собственно, ни для кого не секрет. Даже если вы внутри электрона не будете залезать, а просто захотите узнать, как там движется электрон в электрическом поле, как движется электрон в магнитном поле, вам, конечно, уравнение Максвелла тут никак не помогло. Вам нужно писать уравнение движения электрона. Ну, раньше думали, что это второй закон Ньютона, что-то заново ставить силу Лоренца. Ну, потом, кстати, выяснили, что немножко надо подправить Ньютон. Но это в своей истории. Вот. Значит, дальше. Вы утверждаете, что ранее Максвелла не описывает все, а описывает там только Волг. Значит, это не по-моему, не соответствует действительности. Прекрасный закон кулона из-за уравнения Максвелла, значит, вытекает, ну, по крайней мере, так сказать, поле точечного заряда, да. Значит, получается ровно такое, какое нужно для законных уравнений. И вообще, так сказать, вкус позиция-то какая. Либо вы пишете некие фундаментальные уравнения, которые, как вы считаете, ну, по наивности просто вы можете, вы не все знаете, да, но вы считаете на данный момент, в данном объеме сознания, что они описывают в вас все. А дальше, если вы в опыте встречаетесь, что что-то не описывается, ну, начинаете как-то эту модель поправлять. Поэтому, либо у вас уравнения Максвелла все-таки всю электродинамику описывает, либо вы должны написать какие-то другие уравнения, которые уравнения Максвелла, допустим, ну, войдут в основные части, вот, и, значит, которые все-таки будут, вот эти более общие уравнения, описывать всю электродинамику. Далее, вы утверждаете, что феймен, бор, там, замерпель, чего-то там не понимали. Ну, я сейчас не думаю, что на этот счет можно спорить, но у меня противоположные точки зрения. Вот. Значит, дальше, вы утверждаете, что электропойнтинг загадит столько для электромагнитных волн. Я с этого начал свой вопрос. Электропойнтинга является следствием уравнения Максвелла. Если вы откроете того же феймена, на которого вы ссылаетесь в своем тексте, вы увидите, что у феймена электропойнтинга выводится, ну, выражение для потока энергии выводится, без апелляции к каким бы то ни было электромагнитным волнам. То есть просто из уравнения Максвелла, не предполагая конкретного вида решения. Вектор феймена гадится, таким образом, для всех этих случаев, которые описывают уравнение Максвелла. И до тех пор, пока в уравнении Максвелла не модифицировали, не придумали что-то новое, до тех пор, пока вы научили бы предполагаете, что уравнение Максвелла описывает вам всю электродинамику, до тех пор вектор феймена тоже приложим во всех случаях, а не только, как вы считаете, для электромагнитного феймена. Наконец, пример с конденсатором. Значит, пример с конденсатором. Я, ну, сейчас опять-таки нет возможности это, конечно, обсуждать, этот вопрос обсуждаемый. Я считаю, что у вас просто арифметическая ошибка вращалась. Разумеется, что, так сказать, энергия, которая переселяет комнату в комнату, да, она, конечно, будет одинаковая, как вы конденсатор не ориентируете при переносе, вот, ну, нужно ее просто аккуратно считать. Возможно, что вы используете неудачную модель. Например, вы используете модель бесконечного конденсатора, а там принципиально важно, значит, ну, допустим, при какой-то ориентации конденсатора принципиально важно, что он имеет конечную работу. То есть, ну, это надо конкретно смотреть, это, конечно, разговор, так сказать, вот, ну, не сейчас, не онлайновский разговор, это, так сказать, надо смотреть, ну, можно, например, на форум более спокойно и гулять. подробно обсудить. Вот. Теперь все-таки вы ответите на вопрос. Вы уравнение Максла модифицируете? Вы написали новое уравнение, какие-то уравнение Максла или нет? Можно ответить? Да, да. Все, я закончил. Да, значит, меньше всего в физике нас интересует уравнение. Больше всего в физике нас интересуют физические механизмы явлений. Уравнение – это какой-то результат и промежуточный этап познания. А физические механизмы – вещь гораздо более ценная и живущая дольше и приносящая больше путь. Это наше частное мнение. Что касается уравнения Максвелла и вопросов движения ускоренного электрона, то как только вы согласились, что уравнения Максвелла не описывают электрон, так тут же я скажу, что ваше уравнение и все следствия из них, вроде вектора Пойнтинга, не могут быть применены при рассмотрении движущегося электрона, его природы, его массы, его инерции, спины, еще каких-то там вещей. Все. Раз уравнения Максвелла не описывают электрон, этого достаточно, чтобы отказаться от них при рассмотрении движущегося электрона. И причин его инерции. Ответ понятен? Ответ понятен, но я опять-таки не согласен. Значит, я считаю, что… Это ваше право. Это мое право, да. Я… еще буквально две минуты, ладно, если я переглашу, конечно, подвольте. Значит, вы опять не ответили на вопрос, во-первых, потому что станок была такая, да или нет. Вы написали на уравнение. Мы не трогаем уравнение Максвелла, мы ими не интересуемся. Вы ответ не услышали. Хорошо, хорошо. Веспер услышал ответ. Уравнение Максвелла вы не трогаете. Тогда руки просят вектора Пойнтинга. Вот какой мой вам будет симметричный. Так мы их и убрали. Мы не используем вектора Пойнтинга. Нет, нет. Вы именно все должны его использовать. Вы не имеете права… Зачем? Еще раз объясню. Чисел. Мы говорим, электрон Максвеллом не описывается. Вектор Пойнтинга не описывается. Все, мы убрали руки Максвелла от электрона. Описываем его другим способом. Логику. Вы же понимаете логику. Вы с ней не согласны, но ведь понимаете же прекрасно. Ваша логика, я понимаю, но она ущербна. Значит… Это ваше мнение. Хорошо. Я вам сейчас объясню. Мнение я не буду спорить, я не буду критиковать. Это мнение ваше. Умейте право. Хорошо, хорошо. Я вам сейчас объясню, почему я такое точки зрения предъявил. Значит, во-первых, вы-то ствердите, что уравнение Максвелла не описывает электроны. Я вам уже сказал. Уравнение Максвелла предназначено для того, чтобы найти электрическое поле по известным распределениям зарядов и топливов. Ну вот пусть этим и занимаются. Тогда рассматривает проблему четыре трети. Тот же фейман, на которого вы ссылаетесь. Тогда он это делает. Он, разумеется, рассматривает с помощью уравнения Максвелла то электрическое поле, которое создает электроны. Не электрон, он рассматривает с помощью уравнения Максвелла. Это бессмысленная затея. А вот электрическое поле, которое создает электроны, ничего не назаряжено, но электрический электрон. Это такой-то заряд и такой-то поле. Вот такие поля он создает. Вот для этого нужно уравнение Максвелла. Это вот именно все используется. Так что никакого тут противоречия нет. Есть противоречия в ваших словах, к сожалению. Очень сильные. Значит, если вы уберете электрон и оставите только поле, да, от электрона, то такое поле по Максвеллу не может существовать само собой. Вы это прекрасно знаете. Поэтому рассматривать просто поле, неописуемым образом имеющее вот такую особенность, градиентное центрально-симметричное поле, ниоткуда взятшуюся, вы просто не имеете права. Это философская грубая ошибка. Ну так правильно. Вот по этому Максвеллу и нельзя использовать при анализе электронов. Это неправильно. Потому что поле имеет причину, почему оно такое. Причины имеют. А причины выпадают из Максвелла. Ну как выпадают? Ток? Причины это ток и заряд. Поэтому Фейнман пришел к этим натяжениям Пуанкаре, которые случаются в качестве причины. Понимаете, вы просто заполнили. Лекции Фейнмана 1963 года, а натяжения Пуанкаре введены в работе 1904 или 1905 года. Это я прекрасно знаю. Мы сейчас обсуждали, когда пришли Фейнмана. Я тут не вижу логики в заявлении, что Фейнман пришел к притяжениям Пуанкаре. Эдинство Пуанкаре это как бы так сказать известно давным-давно на самом деле. Он вынужден был объяснить вот это вот странное центрально симметричное поле электрона. Объяснить. Потому что такое поле в электродинамике Максвилла само по себе существовать не может. Это поле... Поэтому он вынужден был внести еще что-то, что объясняет существование такого поля. Нет, нет. Вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. Фейнмана Пуанкаре... Я говорю, что вы ошибаетесь. Тут сейчас будет просто мнение против мнения. Давайте мы эту тему вынесем или в обсуждение на форуме, или как... У нас бывают дебаты здесь в рамках веб-семинара. Мы можем подготовить дебаты, провести. Т.е. как-то... Какой-то рамки. В какой-то форму это! Я понял, да. Значит, натяжения нужны совершенно для другого. Натяжения, значит, поле точечного заряда можно найти в lastsussем. Поле так сказать заряженной сферы можно найти в potrze felony. Поле ровноверно заряженного шара можно найти в marque. У этого нет проблем. Резинки нужны для того, чтобы этой заряженной сферы или hourly шарик просто не разлетелся в разные стороны. Резинки нужны. Совершенно не за этого, для чего вы говорите. Правильно. А у нас нет ни резинок, ни точечных зарядок, ни прочих абстрактных объектов, не существующих в природе. Ну, я понимаю, да. И уравнения вам тоже не нужны, потому что ничего описывать вы не собираетесь. Ну, такая же тоже позиция, я понимаю, но все-таки вот как-то я... Я не увидел, как вы сняли противоречия между тем, что уравнение Максу вы оставляете, вектор поинтинга вы выбрасываете, но вектор поинтинга является следствием уравнения Максу. Ну, уравнение Максу, мы в статье их, во-первых, не используем. А то, что я с ними просто ничего не делаю с этими уравнениями, меня они просто не интересуют на данном этапе. И что? Понимаете? И что? А если я с ними что-то сделаю, завтра вот мне захочется что-то к ним добавить или что-то убавить, по конкретному случаю какому-то. И что? Я не понимаю, зачем вы увязываете научный вопрос моим отношением к уравнению Максу? Вы понимаете, это совсем... Ваш отношение... Научный вопрос с моей точки зрения как раз стоит в вашем отношении. Я вижу в ваших рассуждениях внутреннее логическое противоречие. Оно вам кажется, это кажущее вам противоречие. Потому что вы слышите мои слова, но подставляете вместо них свои взгляды. Вот откуда противоречие, понимаете? Ну, я не знаю. Еще раз, я могу еще раз повторить, в чем противоречие состоит. Вы мне, пожалуйста, объясните, в каком месте я ошибаюсь. Конкретно здесь пальцем покажите. Еще раз. Вы оставляете уравнение Максу, вы не троните. Вы выбрасываете вектор-поинт. Я пока правильно... Где я их оставляю? Вот в конкретное место. Вы не поставляли? Покажите мне статью, текст, работу. Где я использую уравнение Максу? В текущем докладе вы пользовались законом электромагнитного индукта? Я пользовался... И это следствие уравнения Максу. Фарадея! Максу ведь вообще ни при чем. Где я Максу упоминал? Вы только что, вот в этом длиннющем ответе... Школьная электродинамика, Фарадея, Кулона... Где там Максу? Где он там был? Подождите секундочку. Давайте так. Если вы будете меня ежесекундно перебивать, то у нас разговор не получится. Вы говорите, я использую уравнение Максу. Ну что, это же очевидное неправо. Или придется вести разговор в таком ключе, что Егор отключает вам микрофон, говорю я, а потом Егор отключает микрофон мне, говорите вы. Егор смотрит на часы и каждому дает по полминутки. Егор отключает всех, и мы будем спокойно молчать. Я про это и говорю, да, но тут невозможно разговаривать. Ну давайте я вам даю слово, говорите. Ну, хорошо. Значит, вы буквально в этом сейчас докладе использовали закон электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции – это следствие уравнения Максу. Это не следствие. Опять вы не перебиваете. Это одно из уравнений Максу. Вы в своем длиннющем ответе мне, в первом ответе, который вы мне дали, но вы ничего не ответили на подставленный мой вопрос. Вы сказали, что Максу написал свои уравнения, исходя из экспериментальных данных, в частности, исходя из закон электромагнитной индукции Парадель. Значит, вы утверждаете, что нет, в уравнении Максу не используете. Конечно, вы их используете. Может быть, вы сами этого не понимаете, но используете. Итак, вы используете уравнение Максу, не тронутыми, такими, как я не ею. Вы выбрасываете вектор поинтинга. Вы выбрасываете. И при этом вектор поинтинга является прямым следствием уравнения Максу. Вот противоречие. Утажите мне пальцем, в каком месте я ошибаюсь. Всё, я закончил. Можно мне говорить? Да, хорошо, Игорь, говорите. Значит, да, предыдущий оратор сказал явную неправду. Он сказал, что я пользуюсь уравнениями Максу. Тогда как в данной статье никаких уравнений Максу нигде не было использований. Были использованы экспериментально установленные законные индукции. То, что Максу на основании своих законов написал какие-то свои уравнения, а завтра придёт не Максу, а Факсу, напишет другие уравнения, меня никак не касается. Так же, как не касается этой статьи, так же, как не касается изложенного механизма МР. Поэтому, вот, ну, такое заявление, что я использую здесь уравнения Максу, это рост передёргий. Может быть, человек искренне верит, что существует какой-то знак равенства, написанный в небе огненными буквами. Между уравнениями Максу и вот изложенными мною там, в частности, использованными мною законами индукции по-разному. Но это ему кажется, это у него горит этот огненный знак равенства. Это его личная частная личность. Давайте я вот такое моё дилетантское предположение сделаю, что, может быть, тогда есть уравнения, назовём их обобщённые уравнения Максу, из которых следуют, должны, наверное, следовать, раз они являются всё-таки, должны содержать себе внутри, как частный случай, пусть уравнений. Из этих уравнений должны следовать те же уравнения, ой, те же законы, которые следуют из уравнений Максу. И из этих самых уравнений должен следовать как вектор Умова, так же и вектор Пойтинга, не знаю, как частный случай или что-то такое. Я вот так вашу позицию примерно понимаю. Вы не говорите, что используете уравнение Максу, но, я так понимаю, Дмитрий говорит о том, что законы, которые используются электромагнитные, то они являются следствием уравнений Максу, те, которые имеются. Правильно я, Дмитрий, понимаю, да? На самом деле уравнение Максу – это просто математическая запись тех самых законов экспериментов, которые были, так сказать, открыты. В частности, уравнение электромагнитной индукции Парадея. Это просто. Поэтому, когда надо говорить, что это, так сказать, одно, а это другое, но вот это именно и есть передергивание. То есть уравнение Максу, по крайней мере, одно из них, где там ротор B равен минус D, это в точности закон электромагнитной индукции Парадея. И ничего больше, и ничего больше. Да, ведь я с вами соглашусь. Это я сейчас, не знаю даже, чью позицию я пытаюсь защитить, я пытаюсь сейчас предотвратить небольшое. Я, честно говоря, задавая вопрос, я хотел бы получить чёткий ответ. Допустим, что да, мы понимаем, что, так сказать, вот выбрасывание электромагнитного автоматически ведёт выбрасывание уравнение Максу и замену с каким-то другим уравнением. И там мы эти уравнения написали, и мы эти уравнения ещё не написали. Вместо этого я, так сказать, сначала вообще ответ не получил, потом, так сказать, я получил ответ, что я что-то не понимаю, ну и так далее, и так далее. Мы примерно одно и то же слышали, поэтому я понимаю, что ответ, который вы хотели, наверное, не получили. Да, да, смотрите, Игорь, как я понимаю ситуацию. То, что вы уравнения Максвелла не используете, но так как вы сказали, что они не описывают, есть какая-то система уравнений, из которой следует вектор Умова. Это так? Ну, существует такая? Я сейчас не говорю, что её кто-то знает. Вот, Егор, очень правильный вопрос. Я могу на него ответить, но пусть начало действительно играет. Да. Вектор Умова был получен Умовом из общих энергетических соображений. Я согласен. Он годится не только для электродинамики, он годится и для механики, для термодинамики, для многих областей, поскольку получен из гораздо более общих соображений, чем уравнение Максвелла. Да, я это понимаю, это замечательно просто. Так вот, я сейчас такую спрашиваю, раз всё-таки математика, там можно одно туда-сюда попередёргивать и одно из другого повыводить. Есть ли система уравнений какая-то, как вы думаете, из которой может следовать вектор Умова, из которого могут следовать все законы, неважно в какую сторону получено, следствием решения этих уравнений, либо каким-то следствием являются ныне существующие законы электродинамики. Хороший вопрос. Которые следуют в том числе из уравнений Максвелла, которые мы можем сейчас принять и сказать, они очень частный там какой-то случай совсем, раз вектор Умова действует и в термодинамике, и в механике, значит уравнения Максвелла должны являться очень частным случаем каких-то других уравнений. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Мне постановка не нравится, но возможно такие уравнения будут когда-нибудь найдены. Когда вы спрашиваете, существуют ли они? Существуют ли они? Ну для меня существуют там планеты, атомы, евреи. Ну существует это в плане теории, записанной на какой-то бумажке. Ну имеется в виду, могут ли они в принципе существовать, могут ли они иметь место, ну да, это в будущем, не в будущем написано. Да, возможно они будут написаны, возможно они уже кем-то написаны. Я не знаю, поскольку я этого не делал, я не знаю. Да, я понимаю. То есть вот я теперь к Дмитрию обращаюсь, то есть это получается используется следствие, следствие, которое может быть и не следствие, опять же, может быть тот же вектор Умова или все законы электромагнетизма быть первичные, а следствие, ой, а уравнение Максвелла быть следствиями, но это сейчас вопрос, не знаю, принципиально ли вам? Можно я тут влезу? Ну если совсем немножко о том, чтобы... Ну, написаны ли эти уравнения? Ну, есть, например, уравнения а-ля Максвелла с дополнением того же опыковки. Вот. Из них, например, следует существование не... ну, в общем, продольных электромагнитных волн. У Максвелла их нет. Это действительно уравнение Максвелла абсолютно частный случай. И не более того. А их абсортизировали и возвели там на какой-то супер-представ. Ну, на самом деле, спасибо вам. Михаил, на самом деле, если я вот сейчас вот там возьму какие-нибудь книжки с этих семинаров американских, наверняка там тоже пару-тройку уравнений обобщенных Максвелла смогу найти. Ну, если не из книжек-семинаров, то, по крайней мере, из людей, которые выступали там. Ну, это вопрос правильности и неправильности, я его сейчас не ставлю. Вот я к Дмитрию позицию, которую я пытался описать, позицию Игоря. Она примерно... Можно я прокомментирую вот именно конкретно на тему там Виктора Умова и прочего? Да-да-да. Вот. Значит, вот что-то такое. Я как раз знаю, что за уравнения движения такие, с которыми следует Виктор Умова. Точнее, значит, то выражение для Виктора Умова, которое вот используется в работе. Это уравнение укрогости. Уравнение для укропого твердого тела. Вот из такого уравнения следует то выражение. Вот. Значит, тут надо понимать, что существует связь прямая. Ну, давайте я на школьной механике эту связь объясню, вот, а потом, так сказать, по аналогии ее перенесу на определенную связь. Стоит прямая аналогия между уравнением движения и законом сохранения, которое из этого уравнения движения следует. Если же возьмем цикольную механику, обычную, совершенно, значит, эту самую, Ньютону, то есть уравнение движения, которое есть второй закон Ньютона, что МА равно Е, будет следовать, что кинетическая энергия СМВ квадрат в полам. И никакого другого выражения для кинетической энергии следовать отсюда не будет. Чтобы какое-то другое выражение для кинетической энергии получить. Ну, например, то, которое в теории относительности, да, когда это М делить там на корень из единицы минус ВССФ квадрат. Значит, нужно на другое уравнение движения написать. И оно действительно, между второго документа Ньютона, ну, знаете, там тоже пишется уравнение с результативистым формом. Также и в распределенных системах. То есть, если вы написали уравнение теории упругости, из них одно выражение для вектора потока энергии будет следовать. Это вот в рабочий атро открыл, открыл работу умного, открыл работу умного, вот есть у меня под рукой. Вот, и там вот все это расписано, и там это выражение выводится. Значит, если вы напишете уравнение Максвелла в качестве уравнения движения, другое будет выражение для потока энергии, будет вектор поинтинга, то, что мы привыкли называть. Если третье какие-то уравнение напишете, там, я не знаю, гидродинамики Эйлера или там на Вестоксе, четвертое будет выражение. Ну, вот так вот, то есть, это вещи связаны, с сожалению. Правда, собственно говоря, и был исходный вопрос, что все-таки, все-таки, если мы хотим так-то модифицировать вектор потока энергии, то нам нужно модифицировать вам не нужно. Вот, собственно, вот, собственно, это с этим. Ну, я это... Это я хотел сказать. Да, ну, я понимаю, вполне справедливо, наверное, надо. Как-то это изменять. Игорь. Игорь Леонидович, да? Да, я здесь. Да, Игорь Леонидович. Да, ну, я же вот ответил человеку, что я не очень интересуюсь уравнениями, это не главное в моей работе. И переделывать уравнения Максвелла, чтобы они чему-то соответствовали, ну, это не моя работа. Ну, найдутся люди, которые этим займутся. Понимаете? Ну, в общем, я думаю, я, по крайней мере, понял все позиции. Ну, наверное, и слушающие тоже поняли позиции. Ну, я надеюсь. Да, не знаю, насколько мы убежали далеко от просматриваемой темы. От темы далеко уже, да. Да. Ну, немножко. Ну, ладно, немножко. Хорошо, спасибо, Дмитрий. Думаю, на самом деле, важно было. Хорошо, еще я кому-нибудь слово могу дать, если кто-то хочет. По-моему, Николай давно хотел. Я уже в часе искать не буду. Николая, хотели что-то спросить? Да, я хотел, передумал, потом новый хотел спросить. Ну, так, чтобы это было по теме, а то давайте... Нет, ну, значит, электромагнитный механизм инерции. Значит, инерция-то проистекает именно из-за того, что любое изменение, оно имеет размер. Вот отсюда и получается инерция. Чтобы тело, или тот же электрон, или тот же заряд, стал больше или меньше, для этого требуется время. Вот это и есть инерция. Вот как этот электромагнитный механизм инерции, вот именно временные изменения, учтен авторами. Это ваш непорядок. А, можно отвечать? Да, да. А если вы посмотрите на формулу, прямо на первом слайде, то формулу для силы, например, да, силы энергии, то вы увидите, что эта сила обратно пропорциональна размеру заряженной частицы. Вот так учтен размер, напрямую. А время? А время учтено в ускорении. Ускорение это вторая производная по времени. Изменение энергии, это одновременное, совместное изменение и размера, и длинные. Потон имеет период. И поглотиться эта энергия быстрее, чем период потона, не может. А у вас это же состояние. Это вы говорите о какой-то другой теме, не о изложенном механизме. Да. Николай, я так понял, не, 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 не. Потон, фотон, электромагнитные колебания, электромагнитный механизм инерции. Потон имеет период. Вот он поглощается, фотон, быстрее, чем его период, он поглотиться не может. Где это в уравнениях учтено? Где здесь фотон? А что у вас? Здесь нет фотона. Я не использую таких понятий, при изложении. Здесь нет фотона, поэтому ваш вопрос, на прямой вопрос я ответил. А уязать вашу фотон... Это и есть фотон. Ну, это вот, это ваша вера такая. Может быть, я об этом ничего не знаю. Ну, вот это другой вопрос. Но инерция, это и время, и размер. Вместе. И время, и размер входит в мои выражения для инерции. Нет, времени у вас нет. Ускорение, это производное по времени. Я понимаю, вы с точки зрения вашей... Я вам каждый раз предлагаю сделать доклад, а вы... Я готовлюсь. Я готовлюсь. Готовитесь? Ну, хорошо. Просто... Нет. Я думаю, Игорь Леонидович просто не понимает, что именно... Да, я так чувствую, что Игорь меня не понимает. Да, в общем, поэтому и надо сделать доклад. Нет, не доклад. Когда вы подготовите материал, я начну вас понимать. Меня пока никто не понимает, кроме себя самого. Да, вот это вот. Я систика, извини. Это примерно так и есть. Ну, спасибо, Николай, за вопрос. Нет, вопрос еще был такой дополнительный. Значит, вот этот эксперимент с ускорением электрона, эксперимент, именно эксперимент, проводился? Да, да, Значит, масса электрона, там, 10 минус 31 степени грамма, да, совпала? Совпала в рамках точности эксперимента. Там порядка 1% точности, то, что вот мне удается поставить эксперимент. Я вот здесь на этом рисунке не вижу, потому что, если бы это было представлено, что вот это производился пересчет, зарядный мост, то это вот вид на ней, как говорится, синоним. Нет, ну, если вы посмотрите выражение для массы, да, оно в самом низу, на первом слайде, там, где сила равна, там, есть выражение для массы. М0, по сути, это вот М0 на К0 в квадрате делить на 8 пермом. Значит, подставите, получите полное совпадение. А эксперимент дает только с какой-то погрешностью. Не, ну, эксперимент любой будет с погрешностью, здесь никуда не денешься. Но вот подчеркнуть не только формульно, но вот именно вот строчками, даже выраженные, выделенные другим цветом, чтобы вот это совпало, вот, опять, как говорят, ну, согласен, это было бы полезно, но тогда пришлось бы расширить доклад, рассказать об эксперименте, то есть, это уже много было. Это не в докладе, это в статье, можно было специально это выделить, чтобы вы поставили эксперимент, в котором вы использовали движение заряда, а потом провели измерение, а потом те же самые измерения, ну, с массой тоже надо было бы, здесь минус 31, слишком маленькая масса, меня водить. Да, но это уже не вопросы, а пожелания, да, я так понимаю? Это хорошее пожелание, я согласен. Ну, спасибо, там... Егор, можно один маленький вопрос? Михаил, давайте. Вопрос, где ссылка на этот эксперимент, дайте мне его скорее, где-нибудь, где найти. Готовен к публикации. Ну, а вот сегодня, сейчас, где-то вот это, да. Ну, ребята, не все сразу, мы должны сами себя проверить, перепроверить, 10 тысяч раз, потому что мы пытаемся все-таки делать науку, а не просто ля-ля языком, думал. Нет, здесь дело в общем, в ваше выражение входят такие восхитительные вещи, как радиус, как вот это мю, и так далее. А это все, вообще-то говоря, параметры эфира. Ну, эфирные параметры вот этих явлений. И вот тут, как раз, хочется их пощупать. Ну, Когда ждать? Я думаю, что после Нового года, не раньше, пока мы не готовы. Публиковать не готовы. Спасибо. Спасибо вам. И вам спасибо. Так, хорошо, еще от кого-нибудь вопросов ожидать мы можем. Если кто-то хочет сказать, вот я вижу все, Игорь, который по фамилии Ёлкин подключается к нам. Звук. Если вы, Игорь, что-то спросить может хотите. Я просто прослушал больше, и сейчас как бы. А, ну да. Я хочу, к сожалению, просто поздно вспомнил. Да, ничего страшного. Как мне тогда? Хорошо. Ладно, у кого-нибудь, если есть вопросы, то как-нибудь оповестите меня. Или просто сразу задавайте вопрос. Если их нет сейчас, вы можете их писать в догонку там в чат или в сайт. в чат. А сейчас вы меня слышите? Да, Виталий, хорошо слышно. Ну, вот у меня были сформулированы вопросы. Там я их где-то в письменном виде вставлял. Вот, например, в тексте статьи Ганкина я не очень понял. Там фактически формул нет, а одна есть. Масса равняется Q H2R делить на V равняется Q H1 H2R делить на E. Вот, откуда эти формулы взялись? С одной стороны. Ну, такой пока вопрос. Да, это формулы, связанные со спектрометрическими измерениями. Это излюбленная тема вот Виктора Ганкина. К сожалению, он не смог присоединиться, несмотря на все усилия к нашему форуму. Ну, компьютер не очень дружит, пожилой человек уже. Вот. Поэтому я бы не хотел отвечать на его тему за него. Я просто боюсь нести искажение. Ну, вот это мне было очень интересно. Тем более, что я там начал как бы проверять размерности у меня, ну, с физическими размерностями. У меня тоже что-то вопросы остались, и я на это дело как бы плюнул и думал, что докладчик это расскажет. Да, но, к сожалению, я не готов на его территорию залезать не готов сейчас. Но, второе, вот опять же, я пользовался статьей Ганкина, вот читал. Вообще-то, вот, лично я, вот, в статье никаких стройких доказательств много не увидел. Вот, ну, про массу, вот, утверждение, что, скажем, инерциальной массы нет, а есть электромагнитная масса, и так далее, и так далее. Не врастут денег про радиус и движения ионов или ментарных частей. Вот там рисунок приведен, ну, и что из него следует, непонятно. В формулах тоже, вот, ну, о формулах я тоже говорил. И, наконец, вот, в таблице я тоже не видел никакого доказательства, что одной массы нет, а другая, а это другая масса, и так далее. Так, хорошо, тогда можно ведь поставить так вопрос, может быть, если одну массу вы убираете, инерциальную, да, ну, инерциальную, вот, ньютонскую, там, гравитационную, там, не важно, вот, оставляете одну электромагнитную, зачем тогда вообще прилагательную электромагнитную, тогда у нас стоит одна масса. Да. Виталий, хороший вопрос. Она же неотделима, вот, тут, скажем, у протона и у электрона одни заряды, заряды одни, а массы разные. Да. Получается, что эта масса как-то хитрым, пускай электромагнитная, как-то хитрым образом она связана с зарядом. Заряды одинаковые, а массы разные. Вот это все равно, как бы, поле-то исследований, поле гипотезы, поле тайны, все равно оно остается, оно как бы не вычеркивается, проблем не уменьшает, вот, на мой взгляд. Виталий, можно отмечать? Да, давай. Спасибо. Значит, по поводу критики статьи я с вами совершенно согласен. Там много невнятно проговоренных мест и надо дорабатывать и перерабатывать. Я с вами совершенно согласен. Значит, по поводу загадочности массы, вы, простите, с начала семинара присутствовали, вот я, к сожалению, минут 20 или 30 даже, 30, на начале, самое начало я пропустил. Понятно. Это, это фатальная ситуация, потому что именно в это время я рассказывал физический механизм массы. Я для вас повторю один момент. Масса протона и электрона разная, потому, что заряд у них одинаковый, а размер разный. то есть поменьше. Понял, 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 понял. Понял. Ну, что же, ну, да, хорошо, а тогда, если у нас остается одна электромагнитная масса, зачем нам это прилагательное? прилагательное не нужно. Это мы на данном переходном этапе просто пытаемся подчеркнуть, что вот существует электромагнитный механизм, и он может объяснить всю массу. Это просто дань переходному периоду. так-то и так, идея это все понятно, потому, что у нас фактически все частицы, которые не имеют заряд, там, если их разбить и посмотреть, что внутри, то там все равно заряды найдутся. и вот у вас вывод-то был хороший сделан, там, где третий рисунок-то был ваш, что да, так или иначе, скажем, да, вот это внизу, сила действия полиэндукции, ускоряемое вещество, практически равна сумме действующей силы, однако ускоряемые атомы этого вещества, и равна механической. Ну, вот с этим вполне можем согласиться, конечно. Спасибо, спасибо. Ваша критика по делу, значит, мы будем работать. А я буду ждать, мне интересно ваша работа. Спасибо. Только как, опять через семинар, наверное, да, или как с вами общаться? Ну, видимо, да, мне нравится, да, и Ольге нравится, Дмитриевне, и Виктору, но Виктор не смог сегодня присоединиться, мы очень пытались его втащить, но мы не вышли, он в Америке, мы в России. Мы в Санкт-Петербурге, а он в Бостоне. Так вот, а почему вы телефоны там не даете? Дайте телефон, я тоже в Санкт-Петербурге. И мне будет интересно. Никаких проблем мы можем дать телефон. Е-мейл давайте. Питерские все вместе. Не понял. Питерские объединяться должны. А, это хороший посыл. в Санкт-Петербурге, я могу дать вам свой телефон, если вы позвоните. Да, это можно сделать через чат, прямо сейчас. Виталий, я вам сейчас дам свой телефон. Давайте. Давайте, на том же сайте есть адрес, если я еще бы ось Ольги, я туда вписывал. Или напишите в чат. В чат. Быстрее озвучить телефон, чем еще. Напишите в чат телефон, а то все-таки эти вещи не научат. Виталий, я вам отправил в чат. Надеюсь, вы получили мой телефон. чат, я и не вижу чат. Вот сказать-то и все проблемы были бы решены. Ребята, что, с секретом, что ли? Да нет, он справа вроде стоит. он справа снизу чат. Нет, Нет, нет у меня. Может, у нас там все по-другому работает? Как-то. У меня, например, нет. Это будет очень странно. В общем, ладно, я напишу, кому, я знаю, Ольгин. Уже семь цифр сказать, и все было бы проблемой. Так, ради бога, ребята, 911, записывайте. Да, да, записывайте. Записывайте, 911, 248, 39, 40, Игорь. Игорь, вот, большое спасибо. Просто я на YouTube выкладываю, как-то не очень будет красиво, когда все будут слышать телефон. Ну, ладно, я это уберешь. А почему? Нет, ну, это, конечно, не тайно, но как-то не очень принято в современном обществе. Да. Ну, не террористы. Я в общий чат выложил телефон. Хорошо, ну, что-то не видно. Ладно, с этим разобрались, продиктовали. Хорошо, Николай, нету чата, все, с этим разобрались. У меня чата нет, ребята. Ну, все, понятно. Мы с номером разобрались, продиктовали его. Хорошо. Если по теме еще кто-нибудь хочет задать свой вопрос. Хочу. Хочу задать вопросик. Да, Игорь. Да. Алло. Я хочу спросить, а вот вы пишете, что сумма сил как-то формулы тут не написали, не просуммировали эти силы? Ну, просуммировать-то не сложно, я думаю, что это в каждой сам состоянии. Попробуйте просуммировать хотя бы одну. Взять или просуммировать, и ноль получите. Вот и все. Каким образом? Таким образом. Попробуйте просуммировать сначала. Ну, что именно? Давайте скажите, что просуммировать, а я просуммирую. Вот у нас вещество какое-то, ну, какое-то тело имеет одинаковое количество отрицательных и положительных зарядов. Так, стоп, это я объяснял. Возвращаемся к первому слайду. Так. Вернулись, да? Посмотрите на формулу для массы. Она же формула для силы. Внизу слайда, в самом низу, где вот всеми черными. Я не вижу. Вы видите, заряд входит в квадрате. Я не вижу, что заряд входит в квадрате. В квадрате. Поэтому отрицательный он или положительный, сила будет действовать одинаково. В одну сторону. Против ускорения. Что-то я сомневаюсь, честно говоря. Я формулу-то проверить не могу. А сила-то кого с кем? Если у вас два заряда, на каждый из этих зарядов будет действовать сила в соответствии с этой формулой. Действовать она будет в одном направлении, а именно против вектора ускорения. Поэтому силы просто сложатся. Мы говорим не о кулоновской силе, мы говорим о совсем другом механизме. что же это за механизм такой? Вы вначале были, присутствовали? Нет, я не был. А, ну тогда извините, мне бы пришлось повторить еще раз весь семинар. Я не могу это. Да, Игорь, оно записывается и я это выложу, так что можно будет посмотреть и там думаю заочно в кулуарах или где-нибудь еще вопрос задать. а то по-моему уже несколько раз то, что было рассказано с самого начала повторялось. Просто сам доклад был очень короткий. В обсуждении сейчас идет. Но это к тому, что это все, что было сегодня сказано, оно будет выложено, можно будет ее посмотреть, к тому, чтобы по многу раз не повторять опять, в чем суть доклада. на эту тему у меня есть элементарный вывод из СТО, что элементарно получается это сила без этих умов поитинга и так далее. Если интересно, я могу тему прочитать. Это интересно, я вполне допускаю, что из СТО можно получить тот же результат. Это было бы здорово, интересно. Вы пишите мне на адрес о том, что им вас обязательно выслушаю. Спасибо, Игорь. Еще если есть кто-нибудь кто хотел бы задать свой вопрос докладчику? Неужто наконец я наконец-то смогу что-то попить, горло промокить. Да, ну хорошо. Спасибо большое, мне очень нравится, как проходит семинар и как вы его ведете. Да, но все равно немножко хаотично произошло. Это постепенно все, ну мастерство растет, вы на правильном пути, очень был рад и большое спасибо всем участникам без исключения, и острые, жесткие вопросы, и критика, все хорошо, все полезно. Спасибо, господа, спасибо. И вам спасибо.